Культурным событием осени Культурным событием Культурным событием Культурным событием И боготворили эту птицу, даже вышивали на одеждах, что для них это действительно как символ счастья, любви, долголетия, здоровья. Мне нравится, мне очень нравится этот номер, потому что он яркий, запоминающийся, интересный. И есть еще куда работать, то есть какой-то такой предел еще не достигнут предела, поэтому журавль считается среди пернатых самым импозантным танцором. Поэтому с этой точки зрения, если смотреть на птицу, то очень интересный образ. Вот это самое сложное все-таки, не то, что технически даже исполнить, а вот именно манера. Всегда Дандажапович говорит, что самая главная в танцах – это манера. Хурбон Ордыни соединит классические современные танцевальные жанры. Авторы и балетмейстеры шоу Дандар Бадлуев, Ирина Батарова, Жаргал Жалсанов, Дарья Иванова и Арсалан Санданов наполнили образы богатой палитрой хореографических форм, отбросив сложившиеся стереотипы. Когда написалась музыка команды Батулой, представилась Дандажаповича, что это танец, наверное, про любовь, скажем так, про встречу двух птиц, про мимолетную, но желанную, наверное, любовь. Эхо страны Баргуджин-Тукум «От монголов к моголам» зритель уже успел оценить работу композиторов Батулга-Галмандах в соавторстве с Павлом Кареловым. Я всегда доволен, что я делаю. Вот, допустим, пять лет назад что-то, да, песню написал, до сих пор мне нравится. Этот инструмент называется дутар. Это уйгурский националист, уйгурский народный инструмент дутар. Вот, мы на этом проекте «От монголов» специально этот инструмент используем. Это новый инструмент, у нас в нашем репертуаре появился новый инструмент. Ну, примерно звучит вот так. Вот, примерно такой звук, шипковый инструмент, очень приятный звук, новый. Мы применяем новые какие-то звуки, стараемся добавить такую свежую как бы краску в музыку, поэтому я думаю, что зрителю, каждому зрителю будет есть что для себя как бы найти новое в этой музыке, да. Ну и, в общем, надо смотреть, обязательно смотреть танец, конечно, что это будет в итоге, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это в основном такая иркутская легенда, когда незамужняя молодая женщина, девушка, покидает этот мир, она потом ходит по земле, ищет свою любовь, ну, основа. И это вот об этом три спектакля. Главной героинь в этих во всех трех спектаклях будут играть наши ведущие солистки театра Байкал. Состоять оно будет из двух отделений. В первом отделении будет три спектакля, которые ставит Дондар Бадуев. В первом спектакле будет рассказываться о трех стихиях, это земля, воздух и огонь. В втором спектакле будет о трех птицах, наших тотемах. Это тотем лебедь, журавль и павлин, жар птица. Для зрителей это будет подарок, это танцевальное шоу, в первую очередь. Я знаю, что зрители очень любят танцы от театра Байкал. И, конечно, здесь тоже зрители увидят незабываемые танцы. Они необычные тем, что театр Байкал отошел немножко от своего привычного амплуа. Здесь будет у нас уже хореография, современная этнохореография, то, что театр Байкал, наверное, будет показывать впервые. Сегодня театр Байкал продолжает подготовку большой премьеры. Три драгоценности оживут на сцене Русского драматического театра 21 и 22 ноября. Русского драматического театра 21 и 22 ноября.